Девушки отдыхают Критка длиной 24 метра созданного, чтобы помочь ему достичь бессмертия. Такие погребальные тексты изначально писались только для фараонов, но со временем египтяне пришли к убеждению, что и обычные люди также могут достичь загробной жизни, если у них это получится. Отважное путешествие Анни начинается с момента смерти. Жрецы бальзамируют его тело. Они вынимают каждый орган, кроме сердца, вместилища чувств, памяти и разума. Затем полость тела наполняли кристаллической содой и заворачивали в пропитанную смолой ткань. Дополнительно в бинты вкладывали защитные амулеты. Сверху на сердце клали амулет Скоробея. Позднее он очень понадобится. Цель процесса, который длился два месяца, сохранить тело Анни в идеальной форме. Ведь с телом впоследствии может воссоединиться душа. Но вначале душа должна пройти через дуат или загробный мир. Это царство огромных пещер, озер огня и волшебных врат, которые стерегут грозные чудища. Змеи, крокодилы и чудовища-полулюди с именами, вроде танцующей в крови. Дальше хуже. Апоп, змееподобный бог разрушения, притаился во тьме и ждет не дождется, чтобы поглотить душу Анни. К счастью, Анни сумел вооружиться волшебством, содержащимся в его книге мертвых. Как и другие египтяне, которые могли себе это позволить, Анни специально включил в свой свиток особые заклинания, молитвы и заговоры, которые, как он думал, могут пригодиться его душе. Вооружившись всем этим, наш герой обходит препятствия, отражает нападение чудищ и тайком пробирается мимо Апопа, после чего он оказывается в зале Маат, богине истины и справедливости. Здесь Анни ждет последнее испытание. Его судят 42 бога, которые должны убедиться в том, что он вел праведную жизнь. Анни подходит к каждому из них и, обращаясь к богу по имени, клянется, что не совершил греха, которым ведает этот бог. Среди этих клятв своей невинности он заявляет, что не доводил никого до слез, что не подслушивал и не мутил воду. Но действительно ли Анни прожил такую безгрешную жизнь? Не совсем так, но тут наступает время действовать сердечному амулету Скоробея. На нем начертаны слова «Не свидетельствуй против меня». Также и сердце Анни не должно предать его. Припомнив, как он подслушивал ругань соседей или мыл ноги в Ниле, настал момент истины для Анни, пора взвесить его сердце. Если его сердце окажется тяжелее пера, будучи отягощенным поступками Анни, его поглотит злобная Амат. Чудище с телом крокодила, леопарда и бегемота одновременно. И Анни навсегда прекратит свое существование. Но Анни повезло. Его сердце признали непорочным. Бог Сон-Сара ведет его к Осирису, богу загробного мира, который дает ему окончательное решение на вход в загробную жизнь. На бескрайнем и пышном поле камыша Анни встречает умерших родителей. Здесь нет печали, боли или гнева. Но есть работа, которую нужно сделать. Как и все остальные, Анни должен обрабатывать участок земли, что он и делает с помощью фигурки Ушепти, которая была заранее помещена в его могилу. Сегодня Папирус Анни находится в Британском музее, куда он попал в 1888 году. Никто, кроме самого Анни, не знает, что там на самом деле бывает после смерти. Но благодаря его книге мертвых, мы можем представить себе довольного Анни. Вот уже целую вечность, собирающего урожай. Озвучил Инкор Кадит Субтитры создавал DimaTorzok